Вести.УА. Американская мечта Украины. Или только мечтание. Редакционная статья. Вести.УА. Украина. 6 августа 2019 года. Не будет преувеличением сказать, что Соединенные Штаты Америки превратились в значимый фактор украинской политики. Игнорировать крупнейшую экономику и армию мира не может ни одно государство, но интегрированность американских интересов в украинскую реальность зашкаливает. Достаточно вспомнить браваду бывшего вице-президента США Джо Байдена, рассказывавшего, как он заставил Петра Порошенко снять генпрокурора Украины, или сегодняшнюю историю с назначением нового посла Украины в США, кандидатуру которого американская сторона не утверждает, якобы ожидая компромата на того самого Байдена. Однако вмешательство штатов в украинскую политику, начиная с Майдана, получает неоднозначную оценку. Мы покупаем у США списанные военные корабли, которые не можем доставить в Украину, и достаточно дороги юголь. Активно лоббировавшееся Америкой создание ПЦУ привело к еще одному церковному расколу, а новая церковь так и не стала доминирующей. Кроме того, активная антироссийская риторика современной американской политики не может не сказываться на украинско-российских отношениях. Зачастую наша страна выступает не столько как союзник США, сколько как инструмент их геополитического влияния. Может ли украинская власть быть более самостоятельной во внутренней и внешней политике? Общественная экспертиза задала экспертам три вопроса. Что позитивного и негативного произошло с Украиной по инициативе и поддержке США? Вообще, активное участие США в украинских делах – это хорошо или плохо? Павел Рудяков, директор информационно-политического центра «Перспектива», эксперт по международным вопросам, С точки зрения национальных интересов Украины, участие США как гегемона мировой политики, ведущей силы могло бы быть позитивным. Повторю, могло бы быть. Но у нас так случилось, что эти обстоятельства определялись в первую очередь сохранением баланса между нашими географическими и геополитическими соседями – Россией и Европой при участии США. При этом американцы перетащили на себя большую часть одеяла и стали продавливать свои интересы, не оглядываясь на наши интересы. Примером этого процесса является покупка пенсильванского угля, при том что у нас есть свой, но мы делаем такие шаги. Конфронтация отношений с Россией стимулировалась и продолжает стимулироваться США, исходя из их стратегической линии на сдерживание и ослабление России. Если говорить о позитиве, то, очевидно, какие-то вещи связаны с образовательными программами, с научными программами. Но в целом, я думаю, что если бы США отпустили нас лет на 10, то мы больше бы добились, чем с их помощью за 30 лет. Константин Грищенко, экс-министр иностранных дел, это объективная реальность. Хорошо это или плохо, не имеет никакого значения. Сейчас Украина не находится среди основных приоритетов внешней политики Вашингтона. Поэтому сказать, что участие США во внутренних делах Украины каким-то образом превышает то, что было раньше, наверное, было бы неправильно. Может ли украинская власть быть более самостоятельной в своей политике или протекторат США, по крайней мере, сегодня, необходимые условия? Теоретически, может. Но за последние пять лет этот процесс и доминирование США в нашей политике пустило метастазы. Мы, абсолютно управляемая страна, у нас в ведомствах, включая закрытые, такие как СБУ, сидят советники США. Кабминам в значительной мере управляет посольство штатов. После революции достоинства назначить премьер-министра нельзя было без того, чтобы посол пальцем не указал кого. Теперь нам нужны какие-то специальные усилия. А США то, что ухватили в кулачок, уже не отпустит. И возможная самостоятельность связана теперь с серьезными рисками, потому что США умеют наказывать за неповиновение. Константин Грищенко, дело в том, что кооперироваться надо с теми, кто может влиять на те вопросы, которые волнуют страну и жизненно важны для нее. США, глобальный игрок, влияет на глобальные процессы и имеет влияние, которое позволяет существенно менять ситуацию в разных регионах мира. Поэтому взаимодействие с Вашингтоном является принципиально важным для любой страны, и мы тут совершенно не являемся каким-то исключением. Другое дело, как это делать? Насколько профессионально обеспечивается то, чтобы действия Вашингтона как раз работали на достижение целей, принципиально важных для национальных интересов нашей страны? Каким образом выстроить украинско-американские отношения Владимиру Зеленскому, чтобы Украина перестала быть заложником и смены власти в самих США, и геополитических интересов Америки? Павел Рудиков, для начала новой власти нужно определиться с приоритетами. И президент Зеленский понимает, что национальный приоритет Украины – это решение вопроса войны. Если будет продолжаться линия Порошенко, мы победим и проведем парад на Красной площади, и тогда вернем Донбасс еще Белгородскую, Курскую области, то не надо освобождаться от США, нужно покупать у них оружие, именно покупать, а то они говорят, что это помощь. Но если менять вектор, то нужно обращаться не только к США, но и к другим, например, к китайцам. Тогда нужно выстраивать новые каналы взаимоотношений с Россией и так далее. Константин Грищенко, судя по тому, что произошло после прихода Трампа, никаких гарантий, что не предпринимай, ни у кого нет. Даже классические союзники США были крайне обескуражены тем, каким образом изменилось отношение к ним с приходом Трампа. Придет новый президент, новая команда, надо будет выстраивать отношения с ними. Естественно, что если будут серьезные интересы американских крупных корпораций, американского крупного бизнеса в Украине, то будет соответственно та группа влиятельных игроков, которые смогут помочь Украине в достижении определенных целей. Но, по моему мнению, пока что таких игроков, которые могли бы содействовать в продвижении украинских интересов, нет. Их надо искать. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.